всех приветствую с вами я ваш веган христолюб и мы с вами сегодня снова поговорим о веганстве меня уже два по моему видео есть на тему веган по питанию веган по здоровью или я точно не помню как назвал на это в общем то последнее видео которое хочу записать на эту тему и видео найду если интересно напишите в комментариях я дам прямые ссылки может быть здесь в подсказках добавлю на ю тубе и в плейлисте веган во христе на моем этом канале на котором в это видео видите можете тоже все эти ролики найти я воспользуюсь неким комментарием к моему посту в одноклассниках благодаря которым я и решилась очередной раз 3 записать но и покину последний раз на эту тему сказать тем кого есть мозги и сердце те поймут и услышите кто нет на нет и суда нет да вы видите картинку было от на земле существует такой пост и в одноклассниках некая некая заметьте кто пишет келли веган это не трупажор пишет а келли веган зачем выставлять такие страшные картины это веган пишет я пишу и для покаяния тех кто это проплачивает ведь они же просто едят мясо они являются заказчиками убийства еще раз обращаю внимание келли веган не отвечает неприятно смотреть на такие картины можно словами все выразить можешь выразить словами у нас разве мир только мир слепых выразители слова нету человек есть уши он может слышать человек из глаза он может видеть человека есть уста он и не может говорить ими я пишу нет нельзя ибо у человека не только уши есть но и глаза пускай смотрит на свои дела думаете мне это доставляет удовольствие я пишу нет но я делаю это ради тех кто кого лишили самого права на жизнь и перестану это делать только после того как на земле не останется ни одного убийцы трупажора и на скотобойне ни одной жертвы человеческой похоти келли веган мне снова отвечает надо пропагандировать тему в кавычках о правильном питании правильное питание всегда подразумевает а здоровье через правильное питание они выставляют жуткие картины от которых мурашки по коже еще раз обращу внимание об это под постом который у вас на экране пишет веган веган я уже много раз говорил естественно эти люди вот наподобие келли никакими веганами абсолютно не является от слова совсем ноль вот дырка пустота это не веган это зожник к сожалению эти зожники за здоровый образ жизни через правильное питание в том числе хули от веганство они не являются веганами они не принадлежат к этому не движению и течению не мировоззрения для них животные не существует чтобы они не говорили человек судится по делам как и дерево по плодам говорил иисус и был абсолютно прав от избытка сердца говорят уста его же слова и это абсолютная истина любого человека как и меня сейчас вы можете узнать через то что я говорю для нее веганство это не любовь к животным она ни разу об этом не сказала я об этом сказал неоднократно более того это не просто веганы хулить или веганство это противники веганство она не просто противится она идет против рожна и меня призывать делать то же самое она меня проповедника веганство из любви к животным которым я и сам стал веганом она меня призывает проповедовать о здоровом питании о здоровье через правильное питание я ролик даже еще название когда я записываю нич нет рабочего рабочий может есть нет готового названия ну наверное веган о здоровье через правильное питание если поместится в названии новое писание добавлю или может быть на значке это троянский конь да стоит ли вам все это рассказывать не знаю да вы знаете случай с троянским конем в древней в древнем мире произошедшем это когда спарта не будем сейчас неважно по какой причине там из-за царицы как всегда да напала на трою спарта да ну царь с войском на трою никогда не могли естественно не одолеть любой город города с высокими стенами они пошли на уловку очень хитро очень придуманную они сами якобы сделали вид что уплывают естественно ниже через берег к ним приплыли через море сделали вид что уплывают из пары кораблей или там неважно там все это обрастает мифами не точной информации они сделали такого коня как бы оставив в подарок может быть из соседних рощ там там разница информация неважно сделали такого троянского коня коня вернее деревянного скульптуру да там на колесиках ну и на ней написали что-то типа вот да мы оставляем трое не можем вас покорить взять ее до осаждать это же почему-то не решили потому что хотя все войны в основном через осаду очень многие побеждали да просто взяв в кольцо любой город вот ну якобы делают вид что уплывают на своих кораблях оставляет от ранского коня вот там разные версии вроде как шаманы главный там пророчицы пророчицы говорили от спартанцев даже подарки брать нельзя да потом там все это превратилось в пословицы вот но неважно метнул там в него копье может и так было муж не было но и в оконцовке царь вся трое там неважно советники принимают решение этот дар как бы принять как свидетельство их не да не не сгибаемость перед спарты там да и так далее они его закатывают себе естественно в город ну а там оказывается ну по разной информации опять то ли 9 воинов то ли 40 там или 140 не суть важно там оказались конь был больших размеров не важно сколько картинка соответствует реальности но суть понятно да и там были люди естественно ночью когда все попраздновали люблись они просто оттуда вылезли перебили все эти гарнизоны так называемый ну кто ночью там сторожит все это открыли ворота отец уже давно назад приплыли и спокойненько естественно уже не надо когда штурмовать город лезть на там высокие стены естественно трое там всю поперебили можно сказать да вот суть троинского коня кто знает кто не знает теперь знает откуда это все но пусть и вкратце пошло для верующих людей или там религиозных христиан я обычно привожу примеры какие-то цитаты эпизоды или притчи иисуса христа и вот знаете вот в этом случае вот это вот проповедь якобы веганство сообщение веганство к сожалению зожники берут это имя себе осознание это хулят или неосознанно я не могу за каждого ответить каждый сам за себя даст отчет но взяв на себя вот это вот имя веганство звание веганство к сожалению зожники и вот этой вот проповедью здоровья обратите внимание на все слова которые говорю и формулировки которыми я выражаюсь то что они проповедуют не просто там какой хоть даже здесь было правильное питание она тоже неправильно выразилась суть всей проповеди зачастую свой секс здоровью очень важная момент они сводят проповедь здоровья через правильное питание это очень тоже важно то что они могут видеть об этом тоже не договаривать или не четко формулировать свои мысленного концовки когда вы у той же самой келли веган да поинтересуйтесь а что она имеет ввиду и там она вам сбросит уже соответственно правильных блогеров проповедников активистов вот такого веганство которое она исповедует это зож самый настоящий да вот вы там убедитесь что речь пойдет естественно этих статьях материалах текстовых или видео или фото о здоровье через правильное якобы питание и вот это вот проповедь это и есть троянский конь тому человеку который в себя впускает эту блевотину это есть троянский конь который погубит его иисус когда-то на подобные вещи рассказал притчи очень хорошие что когда из человека изгоняется без кем-то ли он сам решилась от какого зла избавиться и если он это пустующий дом свое сердце свой ум не заполнит чем-то светлым через некоторое время этот без погуляв где-то там возвращается причем прежде сузга да этот человек все выметит все уберет порядочек наведет и без через некоторое время вернется скажешь там еще и порядочек навели игорь возвращается туда но не один а берет собой еще больше 7 духов без на бебесах злейших себя и живут там и заканчивает иисус такой таким выражением что будет для того человека последние то есть вот этот вот приход его старого без семью друзьями еще злейшими его хуже первого когда хотя бы в нем этот один без жил я сейчас все объясню все эти притчи применимо вот к проповеди веганство в кавычках беру я по-другому не могу приходится вам пальцами показывать чтобы вы понимали что ну она-то якобы веганство проповедует но это зож она и ей подобные и такие же враги веганство и но поэтому я их обличаю публично и лично как угодно в комментариях где угодно это темнота это черн это люди хулящие веганство это противники веганство точно такие же как и убийцы трупажора точно такие же более того они хуже них хуже них сейчас я все это разложу еще дальше по полочкам иисус много подобных притч я могу вам привести иисус говорил что что есть умный человек а есть не очень умный человек а точнее глупец один свой построил дом как на камне на фундаменте этот дом при любых нападениях при любых колебаниях природы или еще каких-нибудь вещах стоит твердо на земле и не падает а есть человек глупый подобно человеку построившему дом свой на песке просто взял вот так у моря и сложил себе хибарку и подули ветры и налегли море и упал тот дом и падение было велико что такое дом на камне и дом на песке сейчас мы тоже скажем иисус много чего говорил подобного да что-то я забыл какой еще хотел пример привести штук что это за троянский конь и что это за дом на камне на песке это проповедь о любви веганство как основанием которого источником которого и цель которого это любовь к животному то что на этой картинке это не любовь с призывом не делать этого а делать обратно но это просто пост что такое дом на песке дом на проповеди веганство в кавычках да а здоровье через правильное питание это дом на песке дом на камне это на любви к животным тогда чтобы с тобой не случилось чтобы не происходило в твоей жизни ты никогда не упадешь потому что жизнь твоя твое мировоззрение и деятельная жизнь веганская в частности сегодня рассматриваю основана на любви к животному чтобы с тобой не произошло кто знает я записал целью целью целую серию видео под названием не веган потому что какие только мы там вопросы не разбирали а если я на ней таймом острове останусь на необитаемым людьми но почему там есть животные придется его съесть а что если что если что если мы такие вопросы разбираем ответ сюда один у вегана очень помимо того что все вопросы по сути неправильные потому что если на острове есть животные то есть и пища какая-то растительный человек может спокойно питаться но даже если это убрав заканчивали всегда мы тем я в частности что если даже перед вопросом не просто здоровье а потери собственной якобы жизни хотя человек бессмертен веган выберет смерть чем убийство живого существа чем лишение кого-то жизни ради якобы продления своей жизни потому что его жизнь ничем не цене жизни любого другого живого существа в котором душа живая дом на песке который падает при первом до порыве ветра или наплыве моря и стихии любой что это такое все эти так называемые веган веганы а точнее зоживцы одно зло за другим один без за другой в них вселяется они вместо что сами становятся когда-то некогда от кого-то услышав проповедь о веганстве которая дарует ему здоровье через правильное питание они сами эту блевотину начинает изрыгать на всех остальных этой блевотины начинает питаться все те кто их слушает и это блевотина этот троянский конь который в ней входит и разрушает их это тот ветер это море который налегает на дом без основания построены на песке потому что корень зла всего этого какой фундамент которого нету или точнее наоборот вы хотите тот кто строил дом на песке песком же называл фундамент по сути на своей голове раз на нем решился строить а это оказалось не фундамент это просто песок само начало гнилое корень у этого растения гнилой какой или фундамент испан там я не знаю из пластилина даже заложил бы ну или как сам песок не может являться фундаментом на берегу моря тем более да да все болеют веганы болеют и переходят из жизни в жизнь в народе называют это смертью все веганы абсолютно болеют и умирают от зоживцев веганство проб проповедников веганство через здоровье от правильного питания убеждают людей что можно не болеть все проповеди которые вы послушайте говорят об этом сейчас беру чистых пока есть кто там якобы говорит немножко любимый сейчас к среднему варианту перейдем говорим о крайних степенях сначала таких полно это и есть хулиты или веганство противники веганства их надо обличать точно так же как труп ожоров нужно создавать контент который обличает это зло вот как она говорит контент создавать до пропагандирует у нас пропагандировать и обличать вот этих вот про противника веганство и осознанно они это делают неосознанно у каждого там своя судьба на что они на какие грабли то не наступают на каком фундаменте они сами плывут вот на этом он сам это принял и другим отнесет сам на это наступает и потом всем кому он это пропадал все точно так же наступать все все равно заболевает рано или поздно от какой-нибудь болячки хронической или временной эти люди ломаются на этом они все равно начинают обращаться к врачам или еще кому-то врач узнает что он веган естественно будет в шоке и скажешь ты что на идиот надо вот возвращать все твое нормальное питание он даже никуда не обращался он все равно свалится то что он будет искать информацию найдет эту информацию естественно пусть это не врач еще какой трупожор который разоблачают веганов и он найдет ту информацию которую он ищет и поймет что это было дурью он же и принял это ради здоровья здоровья нет он будет искать другие методы найдет естественно информация тьмы и света в мире ровно пополам да он найдет эту эту найдет любую информацию по своему желанию вопрос что он выберет тьму или свет добро или зло любовь или ненависть это очень важно понимать про проповедь веганство как здоровье получение обретения или поддержка может там здоровый человек приходит к этому кто-то им просто рассказал и он ой то да да вдруг потом кто-то о будущем далеком думает о себе любимом да и услышал что веганство там продлит твое здоровье если ты не болеешь да а здоровье через правильное питание это от дьявола это безовщина эта тьма эти люди в концовке станут хуже чем они были я не понимаю никогда не разделяю радости так называемых может быть даже якобы настоящих опять веганов который разделяет что такие веганы появляются который поддерживает такую проповедь блевудскую в этом нет ничего доброго по поводу притча о троянском коне вернее реально исторической вроде как события и по поводу притчи иисуса 7 бесах вернувшихся вместе с тем который был выгнан почему они станут еще хуже то пример живой всегда вспоминаю майка тайсона который якобы был некоторое время там вегетарианцем или веганом бог его знает который в концовке отвалился от этого веган с вегетарианстве вместо того что даже обычных сельскохозяйственных стал диких животных ну так называемых диких сам убивать ездить и пожирать их не и плоть чтобы быть еще более бесноватым как он сам говорил уже бешеным я хочу быть зверем всех рвать на ринге до и второй пример который очень яркий по поводу всех этих тайсонов сейчас даже без личности а уже на опыте просто жизни видят и вот так вот в комментариях в личном общении да и есть такие примеры я просто я видел таких людей то скажем не запоминал там до которые где-то в переписке мы сталкивались дебата который года я вот как бы я сам был чё-то не рассказываешь веганом да они становятся очень опытными противниками веганство потому что они сами побыли все равно в этом кругу они много чего узнали и сами знаете когда предатель выходит из стана и становится худшим то что он знает все всю карту города да все подводные ходы там или еще какие-то когда какой человек переходит на сторону неприятеля становится предателем да это очень опасный человек очень опасно потому что он знает все недочеты до веганству как движению как истине о любви к животным в принципе понятно нечего бояться и мы ничего не скрываем настоящие до блюстители проповедники правды в частности которой является любовь и в частности которым является любовь к животным но на неопытных людях они естественно могут им лапшу более грамотно повесить сколько людей они могут погубить своим личным примером рассказывая что он там был веганом вот он он уже изначально будет людей вводить в заблуждение то есть он той же самой тьмы останется то что будет где я вот стал веганом мне обещали здоровье то есть будет рассказать как о любом лохотроне а ведь он изначально не прав веганство это не о здоровье но он другим будет рассказывать что вот да я когда-то там веганом стал мне обещали здоровье да ну образно так и было на самом деле лимит рассказ как о лохотроне мне там обещали квартиру да и развели меня здесь то же самое мне обещали здоровье я вот себя ущемлял до мяса не жрал молочку не пил и что потом заболел его только и вот только вернувшись на трупожорское там питание включая все продукты желтого расхождения я поправился все мне стало у меня наладилось и все я теперь своим личным примером свидетельствую и я был и тебе не советую ты вот болеешь куда ты что-то услышал да или все хорошо но услышал о веганстве по какой-либо причине может быть даже по любви у человека сердце то ёкнуло он от кого-то услышал увидел вот подобный пост какие-то фильмы текст пусть я не против насчет текстов когда она не посоветовала я и текстами мы все постим и вот видео с разными иллюстрациями были бывают соответствующие теме тематике какому-то вот этому оправданию объяснение вот что такое троянский комета вот что такое по полный воинов да вот что такое бесто вышедший вернувшийся с друзьями да это дом на песке это ничего все веганы болеют все абсолютно и умирают потом от старости от немощи от болячек все абсолютно на сегодняшний день 4 января 2022 года уже второй год якобы по миру бушуют эпидемии коронавируса якобы невероятное просто и тоже я видел уже те же самые веганские там посты или информацию видео до веганы там не болеют да а труп ожора все это наказание да это возможно и так в плане того что по миру все эпидемии и злой болячка распространяются именно из-за нашего отношения к природе к животным друг другу все что с нами в жизни происходит не просто так эта школа жизни школа граблей мы получаем торчу сделаем с другими это да часть в этом правда опять есть под этим соусом правду что тебе несут даже веганы пусть даже якобы от доброго сердца я говорю причем знаете не суть важных никак не оправдывает заблуждаются они искренне и в это верят или нет это же самое кто знает ролики вот из этого серии видео они веган потому что где там и про гитлера это оправдание записывал что я кому-то викторианцем был и про агрессивных аллаха салат акбар веганов да и вспоминал то случай недавно на украине где там захватил вега наш заложников просил президента украины зеленского на тот момент ну пока он еще есть на сегодняшний день до призвать весь мир по крайней мере украинцев посмотреть фильм земляне это развит правильно это осуждается здесь тоже самое неважно по какой причине но это заблуждение зачем распространять информацию что веганы не болеют к видам я возможно не болел до или переболел если я в самом начале как это началось в россии в двадцатом году я несколько раз в течение месяца буквально по два-три дня вообще легко перенес легко перенес ничего я в грипп так никогда в жизни приносил мне несколько дней было небольшая температура и небольшой насморк все два раза причем в месяц раз и второй раз и даже вернее три раза потому что потом я ездил еще по россии по украин по побережью на машине в течение месяца и в конце месяца опять меня свалило даже в дороге ну как свалил я спокойно добрался до дома своей машине ехал ну да сопливило ну да горло прихватила чуть-чуть как всегда невкусы не чувствуешь но не так как рассказывали что там вообще потом теряешь нет как обычный грипп максим и той спокойно доехал и уже домой несколько дней ехал естественно оттуда уже с крыма через всю нашу юг в воронеж обратно возвращался я уже домой прям помню как я подъезжаю уже к воронеже я понимаю что я поправился все пути даже три раза возможно я переболел кови этот никой в какой-то форме бы хотят отдать только первый был этот штамм да я реально два раза в июне пока там к этому путешествию собирался но еще находился в воронеже ну и третий раз в дороге конец июля хорошо и два раза я просто вспоминаю что прям когда-то вообще бушевала в воронеже все закрывали потом я уж свалил получать даже три раза может быть легче легкого я я гриб порой настолько тяжело переносил где там тоже две недели высочайшая температура под 40 бывал не раз такое там да то же самое ничего не чувствуешь не вкусов на и все да я вообще его перенес евро я так чем даже когда в машине вот возвращался тяжелее немножко было так ну просто сам по себе немножко может дорога еще естественно а там чё дома то два дня провел раз и потом перед поездкой еще раз меня я вообще даже я даже не думал что это какой-то там ковид потому что настолько легко я его перенес все и два года я вот уже вот 22 год 4 прям ровно два года можно сказать проходят с этих дней да я гриппом за эти два года не болел или там урви каком-то типа чего не там этого но у меня жил знакомый который тут приехал тоже землю искать в моих краях в наших краях прям тут свалился две недели как труп этим ковидом болел знакомым не писала живет там за границей что тоже чуть не померла ну все дом вроде как я так понял перри перри перебаливала кто-то сильно переносит веган она тоже вот как-то я так веганка это тот кто у меня жил человек никуда не обращался сам просто переносил до тяжело и болел и восстанавливал свалялся как труп и я тут находился и ничего и спокойно и так и не заболел зачем все это нести ты эту чушь болеют и веган и к видам да же это там карма трупажором нет веганы тоже этим ковидом болеют очевидно все это ложь никогда правда не донесется до человека ложными способами никогда не познать истину через сквозь ложь веганство веганство это часть истины о любви ко всему божьему творению в частности о любви к животным все ничего больше за этим нету вот просто от слова совсем 0 если вы при проповеди веганство если вы сами стали веган не из любви к животным если ваши проповеди до пропаганде как она написала пропагандировать как вы это не назовете активизма не не то что там краешком от центральной линии нету любви к животным пропаганде любви к животным до обличение не любви дел не любви конкретно это видео со скота фото со скотобойни то есть обличение обратного поступка не любви к животным да то ничего вы сами ничего не поимели в этой жизни и тем кому вы несете несете не света тьму и хапните и вы тем кого мы отнесете в семь раз больше это сто процентов сто раз больше в тысячи раз больше вот это вот веганство в кавычках тире зож проповедь здоровья из правильного питания и вообще это к сожалению к сожалению вот кто меня будет слушать веганы этим этим болеет не знаю даже среди веганов даже не зожников который в принципе очень много говорят действительно люби все равно они об этом говорят это неправильно это неправильно об этом можно сказать один раз человеку при проповеди я плавно перехожу о материале я встречал такие материалы которые начинаются за здоровой за здоровье через питание но в этой статье или в этом видео может быть материале проповедь выступления человека обязательно он заканчивает любовью к животным хотя бы там пусть тоже немного но как-то или отсылает к новым материалом я вот там вот вы познаете эту сторону да если этим материал не заканчивается это 0 пустота более того это тьма это зло он потом отвернется от этого он все равно столкнется с этой проблемой все равно нету веганов с абсолютно здоровье нету ни одного человека на земле все у них точно также болит от старости от хронические какие угодно рано или поздно столкнется с проблемами по здоровью даже если он сегодня здоров и сколько бы это не длилось год два три пять может 10 лет сколько вам не было лет он столкнется неважно что ему веганство помогло может быть справиться с какой-то болячкой может быть помогает потому что это реально само по себе подразумевать здоровое питание это просто и есть часть не части это просто процесс веганство то что действительно переходишь на опять же веган мы уже об этом кто мой ролик тоже смотрел прекрасно понимает можно быть веганом и питаться все равно нездорово до потреблять продукты неизвестны из чего сделаны кока-колы чипсы и всякая подобная блевать не здоровья явно не прибавится поэтому конечно же среди веганов идет разговоры и проповедь тоже самый призыв конечно же и питаться это уже действительно ты хочешь себе благо своим телесным организмом который все равно рано или поздно из земли пришло и землю уйдет но страдать никто не хочет естественно все люди нормальные друг другу желая блага если человек уже тот же самый веган вдруг вегану пожаловать проблем с здоровьем все-таки спросит а ты хоть и веган то чем чем в рот суешь это будет нормальный вопрос нормальный ответ или вдруг увидит что веган до при вегане жрет какую-то помойку скажет а ты организм свой любишь что-то внесу ешь то это будет нормально но проповедовать веганство а здоровье это абсолютно не так потому что когда веган другому пожаловаться просто скажет и действительно села все причины хотя бы убрать твои болячего скажет да вот чё-то болею скажешь ну ты посмотреть что как-то живешь веган может и курить и бухать с любовью к животным это никак не связано вплоть до того что может быть наркоманом тогда бузоваться каждый день или героин нюхать что у него здоровье будет он может не не он может не потреблять продукты животного происхождения но что он жрет и как себя ведет и чё делает чем дышит может и работаешь на ком бензоправки целыми днями бензин дышит он скажет слушай ну ты работа поменяй это вообще здоровье здоровье само по себе даже во первых она связана с огромным слоем нашей жизнедеятельности со всеми и сферами вот и как я вам какие-то примеры сейчас набрасывал вы мне еще их тысячу набросите в ответ почему у человека не может быть здоровье и естественно человек задумавшись об этом должен посмотреть на свою жизнь и устранить все причины возможные где он может быть сам виноват в том что его здоровье ухудшается или уже ухудшился что он может сделать чтобы улучшить это неважно вообще веган ты или не веган в этом в данном сейчас случае на заправке нюха бензин и может работать и веган и не веган и оба болеть от рака там чего там на что там бензин говорят тоже там влияет на счет там сети и папу пары эти нефти вот этой какая разница веган он или не веган если они целыми днями керосином дышит них обоих будет рак там чего-нибудь какая разница возьмите любой там как вредное производство сейчас подразумеваю общую мысль здоровье да ну зависит от питания от здорового питания но под веганством если даже веган уже будет ступажором говорит это будет вообще в автомате потому что веганство это любовь ты ведь и не может быть этих продуктов питания скажет вообще за грани всего этого табу естественно поэтому ты труп ожогаешь а чё ты хочешь то да так что вот так вот так что вот так вот поэтому заходы можно сделать можно делать но если ты не доводишь дело до конца если проповедник в личном общении не говорит ничего любви все это конца плохо для обоих во первых он сам такой понятно для него тоже плохо кончится он отвалится когда-нибудь и за все свои злодеяния ответит и они становятся еще хуже во всех смыслах слова во всех не просто так привожу сейчас пример майка тайсона который именно показал на себе известные личности все можно из этой жизни узнать до кем он стал и опять мы своим делами даже молча особенно вот известные популярные люди даже уже ничего не говоря мужа проповедуем вот он стал кем он стал еще вчера постили его как он там мясо щит мясо дерьмо до завтра уже до убиваю всех диких животных вот чем заканчивается а его уже даже молчаливая эта жизнь уже проповедь чем это для веганского движения оказывается хулой медвежьей услугой знаете такое тоже понятие вот так вот так что веганство все это по здоровью это можно только знаете это как и веган с любым труппажором разговоров в русло веганство может перейти от того что они о звездах начали говорить да вот и все не больше не меньше разговора питания для здоровья до настоящего вегана когда он понимает что в эту сторону разговор или сам склоняет или он случайно туда повернулся с кем-то он понимает что довести он должен до этого питание или здоровье это лишь повод засвидетельствовать о любви еще об истине как я вам только что дал пример который в принципе вы нами сами кто-то уже в жизни все переживал дел кому-то предстоит да ты можешь с труппажором на здоровье и действительно труппажору 1 ты тыкнешь а ты чё вообще есть а как ты хочешь трупятину все всывать да тут можно все об истине о добре любви все сразу человеку и а боги там сары по человеку сказать ты убиваешь ты думаешь что посмотри почитай всех своих святых какова жизнь твоя духовная такая телесная то убиваешь это все отражается на твоей карме но там кто-то слова кармы не признает тут все по ситуации как ты будешь говорить так что вот так вот поэтому они наступают сами на эти грабли я говорю более того верю к сожалению жалко что эти люди себя веганами называют очень жалко но это же самое что вот я христианин да и к сожалению приходится нести это бремя вот этих псевдо религиозных христиан под именем православный католик проститар протестант эти люди не являются учениками иисуса христа но называть себя христианами а несут тьму и зло в этот мир вот так вот здесь получается тоже самое так что вот так вот и мой личный кстати как всегда подтверждал потому что сколько наблюдений общения с кем-то да я знаю лично кто-то мне рассказывает делится ведь что вот да я вот с этим вот так начал кто-то через там фильм шварценеггера переломный момент якобы там идет да ну во первых сами эти же люди мне рассказывать что уверенности в этих людях у них нет если они за себя как веганы по любви как я называю до животным уверены и точно такими же фразами говорят на штат и звезд к сердцу станут да я подыхаю дыда я никогда в жизни зла не сделаю любого особенность это настоящий христиане да они к людям точно так же природе ко всему относится да то за них они сами прекрасно понимают если адекватные и честные с собой. Говорят, что да, за него я не уверен. Ну да, вроде перешел. Ну да, вот я посоветовал, поговорил. Ну да. Они прекрасно все понимают. Вот это все. О доме на песке. Так что вот так вот. Поэтому тут нет, это все, это все когда меня пытались тоже в личке много раз что-то переубедить, какие-то примеры привести. Я говорю, слушайте, это знаете как примеры, это во всю историю человечества и все эти примеры жизни. Знаете, нам покажут одну принцессу, которая там славы добилась в модельном бизнесе, а то, что десятки потом не дойдя до этого, кого режут, кого убивают, кого насилуют, да, кто спивается там еще что-то на этом поприще. Или даже эту потом какую-нибудь великую топ-модель, неизвестно как она кончила. Да, нам показали один раз хорошую картинку, вот и все. Какой результат был в конечном итоге? Это все, знаете, ой, да вот он там, посмотри, сколько у него подписчиков, вот он там за здоровье топит. Какой результат всего это будет в оконцовке? Я знаю. Потому что это истина, это жизнь. Смысл жизни в радости и счастье получаем и через удовольствие. Другими словами мы называем любовь, дела любви, дела добра, которые доставляют нам это удовольствие. Чем все это кончится? Это элементарная игра на естественных, казалось бы, потребностях человека. Конечно, всем нам хочется быть здоровыми. И вот именно на это идет давление. На слабые места. Но они не будут никогда здоровыми. Это все временное. Это то же самое, какой-нибудь дурной врач, который не лечит болезнь, да, как говорят, таблетками принижает боль, да, там, или еще что-то не исцеляя, а только симптомы. Заглушая, там болезнь еще больше развивается. Здесь то же самое. Вы решите временные проблемы человека, и он потом пожнет от этого еще хуже. Вот и все. Более того, человек обманутый, он становится еще более злее, агрессивнее и так далее. Вот так вот. Поэтому это все, в оконцовке все это, я говорю, вы можете не убеждаться вот этими внешними картинками, иллюзиями, сегодняшним результатом. Это все ничего не даст в оконцовке. Единственный смысл жизни в любви, единственный нерушимый фундамент святой жизни, доброй жизни. Это любовь, ради которой ты готов даже не то что своим здоровьем с жизнью расстаться, так называемой, временной. Настоящих веганов по любви. Сколько интервью, таких как я, прямо говорящих и о себе рассказывающих, и сколько я таких видел, настоящих веганов по любви, в интернете, даже лично не знакомы, ты им проповедников, людей настоящих, любящих. Они прямо или им вопрос задают, или они сами так от себя говорят. Даже если бы это веганство, так называемое, любовь к животным, стоила мне здоровья, то есть были бы проблемы со здоровьем. Действительно, без продуктов животного происхождения у человека были бы проблемы со здоровьем. И это меня бы не остановило. И не остановит никогда. Вот от избытков сердца, говорят уста. Как он пошатнется, этот человек? Как? Ему некуда шататься. За ним только любовь. И в нем все, ему некуда отступать. Все, на чем его дьявол и тьма могла бы подкусить, он искоренил, потому что им руководит любовь. И ради этой любви готов расстаться даже с жизнью, не говоря уже о здоровье или каких-то других проблемах. Вегана по здоровью – это дрищ духовный. Его сломает кто угодно. Его сломает пропаганда какая-нибудь, которая все равно его убедит в том, что трупятина – это хорошо. Его сломает родственники, которые его начнут долбить за это. Даже веганство по здоровью. Те, кто просто этого понимать не будет. Его концовки тоже сломают. Его сломает все, что угодно. Человек, который исповедует истину и живет по любви, ради любви, даже ценой потери здоровья и жизни, этих людей не сломает уже ничего. Потому что это любовь и есть. Абсолютное добро, абсолютная святость, абсолютная стойкость. Единственный фундамент – это любовь. Когда мне все равно примеры пытаются временные привести Аргуин. Ну вот, но он же перестал убивать там еще, еще что-то. Уже тоже предыдущий ролик, кто видел, я записывал. Благодарить тут человека, который перестал делать зло за это, это вообще делать ни в коем случае нельзя. Он ничего великого не сделал. Ничего, ровным счетом. Человек, который отрекается от зла, ничего великого не делает. Вообще ноль. Он только из ада выбрался на нулевую планку. Вот так вот. Надеюсь, этого видео будет достаточно. Я говорю, парочка у меня есть. По-моему, я как-то их тоже записал. Я уж не помню, о чем я там точно говорил, но вот такой у меня еще комментарий в закромах был как-то заскрининный. Вот я взяв его за основание, свои мысли высказал. Надеюсь, вы к этому тоже придете. Это очень важно. Очень важно понять и веганам, особенно кто все-таки искренне мне хочет сказать веганы, все-таки вот эти мысли своей головы выбросить. Вот эти все временные результаты, компромиссы, на которые якобы, может вас кто-то убедил, сами себя убеждаете. Ваши мысли в голове, бесенок на каком-нибудь плече, я не знаю, выбросьте все это. Все это временное, это не решает проблему. Не решает. Это в оконцовке плохо будет. Будет плохо однозначно. Поэтому в идеале говорить о веганстве только как о любви к животным. И этого достаточно. Это минимальная планка, и ее же достаточно. Тема здоровья может быть лишь поводом. Поводом переключиться просто на тему. Здоровое питание, да, и так далее. Я говорю, там каждому, конечно, тут уже немножко свой ключик. Кого-то через карму, да, через Бога любовь, еще кого, если там люди, смотря, еще какое мировоззрение, общее исповедуют, там можно какие-то свои методы и подходы немножко найти, на что можно надавить. Как вы знаете, как это делаю я. Ты Бога любовь исповедуешь? Какого? Вот это любовь? Ты карму исповедуешь? Якобы, да. Но вдруг сейчас уже и йоги потихонечку, там спокойненько, и мясо едят. Ты карму исповедуешь? А ты вот это вот кушаешь, это чье? Откуда получилось? Какая? А ты карму не боишься? Вот тут уже, то есть это уже, когда ты будешь конкретно ему говорить за эту любовь. Да. То есть вы понимаете, то есть это никакие не компромиссы, а просто подход немножко разный. От мировоззрения каждого меняется немножко, да. Ну, суть одна. И все эти временные, что вы сегодня оттолкнули человека, как бы, как говорят, да вот, то бы он там через это, это ничего не дает. Вы все сделали правильно. Он бы никуда не пришел. Никуда. Если его не цепляет любовь, когда вы говорите о любви, или о ненависти, наоборот, от которой надо избавиться, ничего вы ему доброго не сделаете, да, накормив его блеотиной. Для христиан, я всегда говорю, например, Иисуса, посмотрите, как он поступал с людьми. Он ни с кем не цацкался, ни за кем не бегал. Он ставил ультиматумы, причем порой очень серьезные. Кому предлагал все продать, прежде чем пойти и следовать за ним, взяв крест, поруганий, поношений, скорбей, обид, издевательств за истину. Да. Кому-то он предлагал ходить с ним, не зная, где вообще ночевать будет. И люди отходили от него, и он не бегал за ними. Ученики, которые не понимали его приточного языка, да, о том, что он есть хлеб жизни, он точно так же, как и другие разбегались, думая, что он несет какую-то чепуху, что в будущем его ученики будут есть его тело и пить его кровь, да, хлеб и вино. Не понимали элементарных прообразов, что это учение и жизнь по этому учению. Те, кто будет так, приняв это учение, жить и учить других, те будут, да, пить вечное вино, вечного блага бытия, счастья в жизни, обретя. И даже самые близкие ученики, когда не понимали этого, Иисус не бегал за ними, а предлагал выбор свободному воле, вольному-вольному, вольному-воле, свободному раю. Ну, это вы не хотите ли отойти? Что близкие отвечали, в отличие от тех, кто был подальше и не понимал его, и отходили? Ну, другой-то слушай, мы видим, что имеешь слова, глаголы вечной жизни, как в синодальном переводе написано. Что-то цепляет все остальное, поэтому так вот тебя тут получаем, но и на предложение отойти не хотим. Лучше тебя никого не встречали. Вот здесь то же самое, не надо бояться. Кроме вас, я всегда говорю, слушайте, представьте ситуацию в жизни, что у вас завтра не будет второго шанса. Вы этого человека, может быть, никогда нигде не увидите, может быть, это пассажир в поезде, в самолете вы летите, вы один раз этого человека в жизни видите, у вас не будет второй раз засвидетельствовать ему истину. Вы сейчас ему эту чепуху про здоровое питание, про здоровье через правильное питание на уши навешаете. Я говорю, это блеотина ему обернется еще и худшим злом, вы еще будете себя те, что что-то доброе сделать, ничего, а он не будет дальше копать, как многие девоты, через здоровье питание приходят, не будет он копать, не будет, а ему это не надо. Здоровье, да, это эгоистичное чувство любого человека, более того, она естественно правильная, конечно, никто страдать не хочет. И вы, что, троянского коня ему только запустите в голову и в сердце, вот и все. И семерых будущих бесов поможете ему приобрести. Вы сегодня, вас завтра может не быть уже на этой земле, его не быть, вы просто случайные люди. Если уж за это дело зашло, как-то там у вас не все готовы напрямую проповедовать, да не получается всегда тогда бац, ни того, ни сего человеку начать. А у нас о любви никто не хочет слышать, никого тем не интересует. Ну вот вдруг у вас, да, поднялся вопрос засвидетельствовать о любви к животным. Я говорю, разговор может со случайным человеком зайти, вот я не зря татуировки те же самые делаю. Человек может увидеть, сказать, а что это тебе? Мне так в общем-то и происходит в последнее особенно время, которое вот стали даже на руках видны, даже зимой люди видят, спрашивают, я свидетельствую, взяв это за повод. Так что вот так вот. Можете, конечно, спорить, писать мне всякую ерунду в комментариях, что да нет, опять у меня там есть случаи. за 12 лет своей жизни в истине проповеди, за 6 лет на ютубе я уже все это насмотрелся. У меня есть примеры достаточно, и я вижу, чем все это заканчивается. И обладая познанием полноты истины, я прекрасно могу предречь все эти результаты ваших, всех ваших этих попыток и всего вот этого якобы такого вот завернутого так пути. Это все ерунда. Ну а вот это вообще, это сразу все понятно. Вы видите, как я таким отвечаю. Это вообще противники. Вообще противники. А откуда они появляются-то? Да вот отсюда. Вот отсюда. Тема здоровья. Ведь заметьте, тут сколько ловушек опять от правильного питания. Не от веганского даже, а от правильного. Все правильно. Но только можно стать веганом, питаться как хочешь. И точно так же, как любят трупажоры тыкать веганам, типа, что ты лезешь в то, что я ем, и настоящие веганы полюби, познавшись, они говорят, да мне все равно, что ты ешь. В принципе, ты можешь эту болеводскую кока-колу запивать болеводскими чипсами, неизвестно из чего, какого говна сделанными в цветной упаковке. Мне без разницы, тебе свое здоровье не важно, тебе устраивает быть вот таким, что ты повернуться не можешь, ложку поднять со стола уравнившись. Это твое дело, как ты живешь. Ты счастлив, да, то, что тебя на такой тележке может возят, с тебя сто потов сходят, ты ничего делать сам не умеешь. Да это ради Бога, живи как хочешь в своей блевотине. Но это то, что ты ешь. А вот кого ты убиваешь, мне не все равно. Почему с такими, как я, в этом плане и легко, и тяжело? Я когда так услышу, ну всегда есть, что ответить сразу. Все очень просто. Что ты ешь, мне без разницы. А кого ты убиваешь, мне не без разницы. Человека, животное, какой ты вред творишь людям, животным, природе, мне не без разницы. Кстати, мне не без разницы и из-за тебя, потому что ты в свое время хапнешь то же самое и сразу выпьешь, когда к тебе это вернется, ко всем богам на свете и всей справедливости. Я из любви к тебе это делаю. Аж тебя это все коснет. Все, что зло, которое ты кому делаешь, все к тебе вернется. Я из любви к тебе это делаю. Но так как помимо твоего зла собственного к себе, как бы я тебя не любил, я не могу тебя отвратить от Кока-Колы, то тут есть еще жертва. И я, обладая полнотой любви ко всему Божьему творению, становлюсь между живодером и жертвой. Кто бы там в виде этой жертвы не был и кто бы в этом виде живодера. Вот и все. Все очень просто. Поэтому здесь то же самое. Вот так вот. И поэтому мой опыт жизни, все, что я насмотрелся, мне этого уже вот так вот хватило. Я говорю, я эти темы даже не обсуждаю уже, мне все это не надо. Я все это насмотрелся, вот наобщался, напереписывался, все это увидел, все у меня, это Бог мне в голове, в сердце разложил. Я спокойно вижу зоживцев, веганов, по каким бы они там причинам не было. Как я смотрю? По делам и по словам. Мне достаточно перейти на страницу человека и посмотреть, чем он дышит, пообщаться, если там вот именно все получается. Все сразу становится понятно, кто такой этот человек. Вот и все. И все эти попытки, я говорю, я и сам пробовал и видел примеры других. И я говорю, даже если, это знаете, из тех же самых вопросов по поводу того, что да нет, а вот у меня там друг перешел и пока держится, муж, там жена, не важно, родственники или подписчики, зрители. Это то же самое из тех же самых серий вопросов. Я заканчиваю уже. Что, почему злодеи счастливы, куда Бог смотрит, почему не наказывают, почему их в этой жизни карму нестигает. Это то же самое. Вы можете мне приводить примеры, что у вас есть такие вот эти. Это все, все они рухнут. Все они рухнут, если будут на этом. И основная масса на этом остается, что бы вы ни говорили тоже. Более того, я в жизни убедился, если он даже якобы и у него потом косвенно прилипает, эта любовь к животным, я вам скажу, что по жизни веган никогда с ним не найдет душевного единения с этим человеком. Вся его жизнь будет насыщена вот этим вот фанатизмом по здоровому питанию. Вы будете общаться, его не будет интересовать любовь. Он никогда не будет вашими постами делиться. Он никогда не будет распространять даже веганство по зожу. Потому что все это связано, пробовать всегда связано с противниками, тебе будет что-то писать, никому не хочется нести крест. Он никогда не будет выпячиваться. Любовь человека распирает нести дальше эту любовь. Ты когда сам познал эту любовь, тебя распирает с миром поделиться, других сделать счастливыми. Веган по здоровью его интересует только он. Он скажет спасибо тому, кто его якобы сделал этим счастливым. И все. На нем все закончится. Если он даже понесет дальше кому-то, там будут разные цели. Деньги, платные семинары и еще что-то. Если он просто святый, в это сам, конечно, поверил, он может из любви к своим родственникам, друзьям, с кем-то еще поделиться. Но из любви к животным вот таким контентом, который всегда связан с ответной агрессией трупожоров, с обличениями, с насмешками, он никогда этого делать не будет. Здоровье интересует всех. Их не вот эти мягкие посты, а здоровье через правильное питание, они не вызывают никакой реакции у трупожоров. Мало ли кто там что несет. Один в пень осиновый верит, другой в уринотерапию выпивая собственную мочу, другой какашками мажется. Это у каждого придурка в одном мультике моей юности один мультипликационный актер так выражался. У каждого придурка свои радости. Трупожоров не вызывает этот контент ничего. Он от них ничего не требует. несет там какой-то так называемый веган, я даже знать не знаю, кто это там какую-то статью увидел в ленте. Якобы вот там отказ от продукции от происхождения здоровья. Да я и так не жалуюсь. А я верю в Б-12. И все. Вот такой вот любых животных никогда зоживец веган по здоровью, ставший веганом по здоровью. И пусть там потом услышал этичную сторону так ну хорошо. И это. Другим скажу кому надо, я скажу, что я и поэтому среди веганов конечно. Да-да-да будет головой кивать, да-да, животных трогать нельзя. Он сам ничего никогда не сделает. Он не заступится за эту жертву. Он скорее всего будет родственник своих трупятины кормить, все им покупать. Всем будет улыбаться. Да. Это сто процентов. Он будет скрывать от всех, что он это. Он сам там кушает по возможности будет все это скрывать. Никому он нигде не объявит об этом. Это я все собственными глазами вижу. Глядя на всех и всегда все это в жизни анализируя. И вы сто процентов видите сами. Вы либо хотите обманываться, либо обманываться тоже, не знаю, специально, случайно, действительно веря или хотя бы это верить. Все это кончится плохо. В вечности все это кончится плохо. Потому что сущность этого человека в любовь не изменилась. Он не раскрылся, не открылся любви, не принял ее в свое сердце и не любит, соответственно. Все, что интересует собственное тленное, больное, дряхлое тело, которое когда-нибудь не станет здесь либо по старости, либо может вообще завтра по форс-мажору, болячки или чему угодно. Вот и все. Так как я веган необычный, веган христианин, именно поэтому я руководствуюсь такими принципами вечности. В вечности, если вы в вектор посмотрите, помимо вас, потому что у веганов есть проблемы. Многие из них атеисты, они дальше носа, то есть вот этого своего смертного конца, ничего не видят. Вы не решите этим проблему. В других роликах я говорю, в этом уже надо заканчивать, еще раз все-таки скажу, да. Даже тех животных, якобы которых он теперь перестает убивать, они и не появлялись на свет. На скотобойнях разводят, спрос раздает потребление, ровно столько, сколько нужно кому-то. Вот и все. Он якобы не убивает еще не появившихся животных. В этом его заслуга. Нет никакой заслуги. Это ваше ложное мировоззрение. Измените его, потому что вы точно так же тогда участвуете. Вы всеми этими ложными, даже собственными мировоззрениями, к сожалению, вы все туда добавляете свою ложечку, свои 10 копеек в эту тьму. Веганы по любви должны только об этом и говорить. Вон, тех, кто на стороне полутьмы или тьмы и так без нас хватит. Со всякими там фельдепестерами, дипломатичными заходами. Если вы действительно веган по любви, забудьте обо всем остальном. Это ничего не даст. Таких, как мы, единицы. Единицы. Самые настоящие единицы. Особенно активистов, проповедников, да, пропагандистов, как она выразилась, тоже, да. Единицы. И не умоляйте эту истину. Не хулите ее. Иисус сказал прекрасные слова один раз. Если мы умолкнем, я умолкну, они умолкнут, да, камни возопьют. Единицы. По пальцам можно пересчитать. Кто топит, возьмите, веганство в России, активизм и проповедничество. Много вы найдете проповедников, которые о любви к животным долбят. Много? Единицы. Вот так вот. Так что, во-первых, сами не вздумайте, кстати, хочу сказать, к веганам, кто этого не делал, не вздумайте таких проповедников последнее задолбить, наступить собственному движению на горло. Да, потому что я вот свой адрес не раз от веганов такое вот все вот это вот. Ну, это ладно, это зожица, сразу с ней понятно все, у меня иллюзий не было, но другое дело, я вижу, что человек, в принципе, свой, да, и начинает еще и долбить тебя. Не наступайте на горло собственной песни. Веганство настоящее держится только благодаря настоящим веганам, которые проповедуют. Любовь, любовь, доброту, обличая, обличая вот так вот всеми возможными, прямыми, да, твердыми показами всего зла, который делают не веганы, да, люди, не любящие животных. Ну, так вот. Так что выбирайте сами, на какой стороне вам быть. Я вам желаю благо, а его невозможно обрести, не будучи на стороне света. Всем желаю обрести в своем сердце раскрыть свою природу абсолютной любви. До встречи в следующих роликах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok